Добрый вечер о самых значимых спортивных событиях вторника. Прямо сейчас поговорим и начнем с главной новости дня. Паралимпийской сборной России на играх в Рио-де-Жанейро не будет. Такой вердикт сегодня вынес спортивно-арбитражный суд. Он оставил в силе запрет Международного Паралимпийского комитета. Напомню, в начале августа российских спортсменов оставили без бразильских стартов. Причина – доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Он в свой знаменитый список включил 35 российских паралимпийцев, которых подозревают в употреблении допинга. Не согласился с решением МПК Паралимпийский комитет нашей страны. По мнению представителей России, чистые атлеты должны ехать на соревнования, однако суд считает иначе. Обсуждать и осуждать решение кассы Международного Паралимпийского комитета, думаю, будут еще долго. Возможно, шансы у россиян еще есть. Сейчас юристы над этим работают. А мы пока давайте познакомимся с кубанскими спортсменами, которые должны были поехать в Бразилию и должны были бороться за высокие места. Итак, в футбольном турнире за российскую команду должен был сыграть Асланбек Сапиев. На играх четыре года назад он уже побеждал. Также Асланбек – действующий чемпион мира по футболу. В еще одном игровом виде спорта в голболе за сборную страны выступает Ирина Арестова. Спортсменка она также титулованная, чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира. В стрельбе из лука в Бразилии мы так и не поболеем за победительницу континентального первенства Светлану Баранцеву. И еще одна девушка, которая также в стрельбе из лука нашей регионы, нашу страну теперь уже не представит, Маргарита Сидоренко, тоже, между прочим, чемпионка Европы. Кстати, российский флаг на открытии Паралимпиады, возможно, все-таки будет. Его собираются пронести спортсмены из Беларуси в поддержку наших атлетов. Ну а сейчас о регби. Кубань в очередном матче чемпионата страны на выезде сыграла с Енисеем. Красноярцы, напомню, в финале Кубка России здесь, в Краснодаре, недавно казаков в этом сезоне уже побеждали. Гостям, конечно, очень хотелось за то поражение отомстить. В первом тайме справиться с хозяевами получилось. На 9 очков Сергея Сугробова Енисей ответил семью. А вот во второй половине красноярцы здорово прибавили и краснодарцев разгромили 35-9. Итоговый счет. Кубань вновь именитому сопернику уступила. Следующая игра также пройдет в Красноярске. 28 августа наша команда сразится с Красным Яром. А вот сразиться с собственной ленью с утра в субботу можно в городских парках Краснодара. Здесь проходят бесплатные занятия по йоге для всех желающих. На раннюю тренировку на свежем воздухе отправился мой коллега Константин Перминов. Правда, пока смелости хватило только посмотреть. Да вам рассказать. Тяжелая суббота после веселой пятницы – это не про них. Раннее утро первого выходного дня в этом парке с отличным настроением встречают несколько девушек и один юноша, который, кстати, здесь в парке новичок. Руслан, в принципе, йогой уже занимался, но не вот так, не на свежем воздухе. Свои причины увлечения давно отыскал. Чем банальнее действия физические, которые выполняет человек, тем он, возможно, будет несчастней. Я хочу быть счастливым, поэтому я хочу выполнять какие-то сложные физические действия для саморазвития, для здоровья, для души, для любви. И еще раз вдох. Выдох. Опустили ручку. За настрой, за упражнения, за сборы и за коллектив здесь, в Чистяковской роще, отвечает Александр Проскура. Сам он йогой занимается 9 лет и вот решил показать горожанам, что это такое. Улыбается раньше на таких, как он, смотрели искоса. Сейчас все меняется, но объяснять продолжать необходимо. Многие люди не знают, как правильно дышать. Многие люди ходят в тренажерный зал, тем самым забивая мышцы, не укрепляя глубокие мышцы, которые держат позвоночник. То есть йога в целом в комплексе дает здоровое тело, правильное здоровое дыхание и спокойствие ума. Любое занятие начинается с настройки. То есть мы приходим, мы настраиваемся на практику, настраиваемся друг на друга и начинаем с разминки. Затем идет основная часть практики, где мы делаем разные последовательности, асаны, вытяжение, стойки на баланс. Все завершается расслаблением. Самый важный показатель хорошей практики. Если ты после практики встал и тебе хорошо, ты не устал. Конечно, одного раза в неделю для продвинутых пользователей недостаточно. Александр советует заниматься 2-3 раза в неделю. Но для того, чтобы познакомиться с йогой, понять ее этого субботнего времени хватит. Центр тяжести переводим на левую ножку. Локоть правой руки ставим в упор. Держимся за щиколотку. Отрываем правое колено. Левая рука к плечу и вверх. Таз ровный. Да, возможно, все движения инструктора повторить большинству пока сложно. Но здесь не рекорды. Бьют у йоги другая задача. И, кстати, люди, которые с удивлением рассматривают тех, кто занимается на лужайке, никому здесь не мешают. Мешает немного и иногда другое. Вернее, другие. Когда ты занимаешься, немножко отстраняешься, ты думаешь, как правильно выполнить, как почувствовать натяжение мышц и так далее. И как-то не обращаешь внимание, что какие-то мошки иногда ходят по тебе, и ты не можешь расслабиться. С 9 до 10 хатха-йога, с 10 йога-другая, кундалини. Одного инструктора меняет другой. Первый вид для физического развития. Второй, в какой-то степени для душевного. Платить за вот такие субботние тренировки не обязательно. Но все-таки по желанию можно. У нас занятия проводятся, можно сказать, бесплатно. Оплата свободная. То есть по желанию. Хотите платить, хотите нет. О таких парковых занятиях люди узнают из социальных сетей, от знакомых и приходят. Пик посещаемости был в середине июля. Сейчас гостей поменьше, но это не главное для занятий. И они будут проводиться до последнего. До последнего теплого дня. Константин Перминов, Дмитрий Семененко, Кубань-24, Краснодар. Далее в выпуске традиционная рубрика «Герой недели». Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Яна Павлова вчера делилась своими эмоциями от выступления на Олимпиаде в Бразилии. Сегодня Яна просуждает о социальных сетях и расскажет о своем хобби. В ВКонтакте, Инстаграме я каждый день могу, каждые пять минут заходить, потому что там пишут, все там что-нибудь выкладывают, мне что интересно, новости какие-то узнаю. Но мне просто интересно там пообщаться с кем-нибудь. Хотя все знают номер, телефоны, все раньше по телефону только разговаривали. А сейчас легче в ВКонтакте зайти и написать что-нибудь. Много кто писал там, типа, ты молодец, мы за тебя болеем, тумал кумир, теперь всю жизнь за тебя болеть буду, буду все соревнования смотреть. Так, ну, на интерес там выложу какую-то фотографию, такая сколько, а вот такой, да? Что-то еще немало, на той фотографии все-таки больше было. Если там, когда не тренируешь, мне вот нравится на море отдыхать, мне очень нравится море, я без него не могу, я постоянно на море, если я на море летом не побываю, это какая-то трагедия, вообще кошмар просто. Так вот на море, там, с друзьями где-нибудь отдыхать, в кино сходить, в кафе, ну, вот такое вот. Книжки те же самые почитать, все подряд, в принципе, смотрю, там, драма, фантастика, мелодрама, ну, вот все, что мне понравилось, то я смотрю. Никогда не сдавайся, я фильм уже, наверное, раз в 10 лет смотрела. Такой прям, ну, хороший, добрый фильм. А книжки нету, просто вот читаю то, что нравится, и все. Олимпийские игры закончились, но вспоминать о них, конечно, будут еще долго. Вот, например, в интернете набирает популярность видео так называемые тренировки золотого призера Олимпиады в Рио дагестанского борца Абдул-Рашида Садулаева. На этих кадрах видно, как спортсмен пашет, готовясь к соревнованиям, причем в прямом смысле слова. Ролик он выложил на своей страничке в Facebook, говорит, «Деду же не объясни, что на Олимпиаду готовлюсь». Сказал, что домашние заботы никто не отменял. Такой мне кроссфит дедуля организовал на все группы мышц упражнения. Тоже, можно сказать, внес свою лепту в мою подготовку к схваткам в Рио-де-Жанейро. Спортивные факты на этом с вами прощаются. Ненадолго, конечно, увидимся. Продолжение следует...